Тверская область продолжит решать вопросы экологии по всем фронтам. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя. В частности, особое внимание уделяется строительству очистных сооружений на главной реке не только региона, но и России, на Волге. Важным этапом в наведении порядка в сфере экологии стало появление единого оператора. Это компания Тверское спецавтохозяйство, которая теперь занимается сбором и утилизацией всех твердых бытовых отходов. Для обеспечения максимальной эффективности ее работы региональные власти активно занимаются обновлением парка предприятия. В конце мая оно получило новые современные мусоровозы. На прошлой неделе в ЦАХ доставили почти 600 евроконтейнеров. И это не последняя партия. В 2018 году были проведены подготовительные работы по переходу области на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Определенный региональный оператор – это госкомпания, которая принадлежит правительству Тверской области, а также утверждена первая итерация региональной программы в области и схемы в области обращения с отходами. Важной особенностью Тверской области является обилие водоемов, среди которых, конечно же, особое место занимает Волга. Решение ее экологических проблем ведется комплексно. В частности, региональные власти в сотрудничестве с федеральными ведомствами успешно проводят зарыбление, выпуская в реку ценные породы, такие как стерлядь, щука, осетр. Конечно же, отдельное внимание уделяется качеству самой Волжской воды. В настоящее время в рамках национального проекта «Экология» реализуются проекты комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами и проект «Чистая страна». Особое значение для сохранения уникальной экосистемы нашей области имеет эффективная реализация проекта оздоровления реки Волги. Планируется реконструкция и строительство 16 очистных сооружений. Это нам позволит в 2,5 раза уменьшить объемы сброса загрязненных сточных вод. Таким образом, Тверская область демонстрирует хороший пример того, как при правильных усилиях можно коренным образом поменять экологическую обстановку в отдельно взятом регионе.